Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кандидатов на пост бизнес-омбудсмена публично обсудят 17 октября. Они выступят перед предпринимательским сообществом Кировской области и общественностью. Расскажут о планах и задачах, которые видят для себя на посту. Напомню, что на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей претендует два человека. Председатель рекотделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Вавилов и гендиректор компании «Руснедвижимость» Екатерина Орешкович. Вавилова выдвинула Вятская торгово-промышленная палата. Кандидатуру Орешкович предложила вице-спикер ОЗС Ирина Морозова. Обсуждение пройдет 17 октября с 12 часов в центре «Мой бизнес». Требуется обязательная регистрация. Дети мобилизованных в Кирове могут бесплатно ездить на общественном транспорте. Люгота уже действует, рассказали в мэрии. Ввели ее по инициативе губернатора Александра Соколова. И она дает право на бесплатный проезд для детей от 7 до 18 лет, чьих отцов призвали на военную службу по мобилизации. Люготой можно воспользоваться с помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в Центральной диспетчерской службе. Для этого надо обратиться в ЦДС по адресу улицы Пятницкая, 2А. С понедельника по четверг ЦДС работает с 8 до 18 часов без обеда, в пятницу с 8 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт, справку из военкомата, свидетельство о рождении и при наличии транспортную карту. В Кирове продают часть торгового центра «Росинка». Это две доли в бизнесе – 622 квадратных метра на первом этаже и 233 на втором. Общая стоимость составляет 55 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Авида. Как утверждают его авторы, помещения предназначены под долгосрочную аренду. На данный момент оба этажа «Росинки» загружены арендаторами, ими занимается управляющая компания. Покупатель вкладывает инвестиции и получает доход. И в завершение курсов валют. Доллар сегодня 63,76 рубля, евро 62,59 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».